саламу алейкум всем привет всей нашей банде как говорит анзор да мы одна банда мы действуем в одном направлении кто нас не понимает скоро поймет я думаю что но суть не о том суть о том что я вот сегодня только что вернулся с турции позавчера мне позвонил мой друг который живет в турции сказал султан я хочу купить машину мне понравилось audi помоги мне с этим но этот ролик понимаете это секретный ролик такой в этом есть я хочу передать секрет один такой хороший секрет как можно скинуть цену на машину этот секрет я проделывал в америке он получался но я думал это только получается там окажется это не так это получается еще и в турции может кто попробует если может еще где-то получится очень хороший совет суть заключается в том что допустим вы идете до автосалон и приглядываетесь к определенной машине да допустим мы выбирали audi просто еще до не получилось то все снять неожиданно такой выезд получился потому что мне позвонил позавчера я вчера утром выехал и сегодня вот вечером приехал поэтому извиняюсь за это что я сам даже сожалею что упустил эти моменты ну ладно я вернусь к теме в общем мы приглядели скауди и ну еще хочу сказать о том что нужно быть при этом действии как бы покупатель должен как-то хитрить да понимаете нужно будет ну как бы хитрости там набраться или как сказать счет немножко быть нагловато понимаете не парами не поймите неправильно ну это работает система работает понимаете не надо стесняться если вы будете стесняться то вы заплатите там сколько вам говорят допустим 40 тысяч долларов да за эту машину в эти бабки отдадите уйдете а если немного схитрите можете сэкономить две штуки баксов уже со скинутой машины в общем делайте так заходите в автосалон там есть продавец как везде да у каждого продавца не забывать есть свой коридор такой коридор какой по скидке цен он имеет право скинуть я уже это уже проверил несколько раз там знаю это конкретно может допустим от 100 до 500 долларов он имеет право скинуть цену на машину допустим 250 вы скиньте или 500 это зависит от вас от вашего разговора от вашей речи понимаете как вы будете на него давить нужно давить на продавца и в общем когда вы скидываете уже 500 долларов и это он имеет право скинуть вы уже переходите к документации до заполняете там определенные такие документы кто покупал новую машину знает про что я говорю и встречаетесь самим боссом потом до с дилером с владельцем этой фирмы да ну этого заведения и еще у него скидываете 300 баксов если можете если получается но это работает мы скинули в общем с первого салона мы скинули 700 долларов с машины и суть заключается в чем суть заключается в том что вы доводите до документации именно вот это вот скинутая цена должна указываться на этом вот на этом вот документе да на это ну не чек это документ это соглашение и еще хочу упомянуть о том что при этом при этом вы машины не берете вы оставляете 500 долларов задаток задаток типа подумаем время просите да ну они вам с удовольствием это дают потому что большая конкуренция идет большая конкуренция идет между продавцами и покупателями раньше допустим продавцы ой покупатели как бы сказать сейчас покупатели гоняются за продавцами да я тоже продаю машины вот я ищу кто купил кому продать а раньше такого не было раньше машины были дефицитные да особенно кто советском союзе жил еще лучше понимает о чем я имею ввиду о чем я веду речь и вообще везде это так было как сказать машину можно было там не знаю на 4 очередях стояли там откуда-то их гоняли чё делали трудно было купить машину а сейчас конкуренция полным полно всяких фирм всяких машин и поэтому каждая фирма старается продать свой автомобиль потому что мы зашли там на стоянку в первом салоне в котором мы были мы пошли на стоянку вы не поверите там стояли 2014 2013 года бмв стояли там лангрузеры стояли там не знаю там audi стояли там bentley были даже и все в пыли все в пыли поэтому им продать выгодно понимаете за стоявший машин что когда машина стоит это им не выгодно и никому не выгодно где она стоит месяц-два они все в пыли пылятся но там свои в общем заморочки такие и в общем я хочу хочу сказать вы взяли этот документ оформленные говорит что вы подумаете да выходит из этого салона и идете во второй во второй салон такой же где есть эта модель мы на audi ориентировались брали audi и в наглую в лоб показываете этот документ да вот то что нам предложили допустим за такую-то цену вот такую-то машину и этот дилер уже смотрит ну а конечно же начинается щекотаться он хочет продать машину думает а вот клиент пришел до конкретно покупать машину и он вам еще скидывает там баксов 300 допустим да вы также подписываетесь ну не подписываете оформляете просите указать последнюю вот эту вот цену да и также 500 долларов можно ставить на продумку да допустим то что мы будем думать эти бабки возвращаются еще раз хочу упомянуть если вы передумали без проблем деньги возвращают и в общем мы там еще скидываем в общем 300 долларов получилось штука на штуку баксов там но мы я хочу сказать что мы не на доллары покупали она евро покупали на аура да и просто я в долларах говорю чтобы было лучше понятней и мы заходим в третий магазин покажем показываем также вот этот же листок там нам еще скидывает и после четвертого мы скидывали ровно 2000 евро до ровно две тысячи евро мы скинули данной машины что в нормальных ситуациях это сделать невозможно это вот такой вот совет такой вот как бы сказать проверенный до проверенный уже совет я думаю что кому-то будет наверно полезно но я сам тоже продаю машины конечно я не дилеру мне нету там салона но я всегда за покупателя не за продавцов потому что я тоже покупаю но я потом продаю да и так что вот это вот проверенный такой совет может я считаю думаю что будет полезным тем людям которые берут машины с автосалонов не забывайте что скинуть можно скидку и сам даже вот первый продавец который выходит к вам он может скинуть до 500 долларов до 500 евро допустим имеет право если вы на него надавите если вы допустим и вы знаете такая ситуация получается когда уже садишься уже вот документация это идет да вы там уже как бы играете он я сам это вижу сюда вот я хочу передать чувство по словам они уже как бы стараются вас не упустить да понимаете и соглашаются на все уже и дают ключи там есть поедь покатайся по городу я не знаю там все прибамбасы в общем ездят не стесняйтесь когда покупаете машину действуйте именно вот так вот я имею ввиду как ну я не говорю есть крутые люди там в день тратят по 10 тысяч долларов да но есть люди такие как мы которые допустим я всегда вот допустим когда покупаю машину скидываю цену не то что вот там у меня как бы сказать но не денег нету или много денег да но есть люди которые допустим назвали одну цену они эти бабки дают еще но если ли которым экономия нужна допустим не нужно я стараюсь сэкономить почему если две тысячи сэкономил с машины допустим если я ее буду гнать сам ну пускай у меня там 500 600 долларов уйдет на бензин да какой-то плюс тоже уже не с кармана уходит а сэкономленных денег уходит в общем я хотел передать этот секрет скоро я наверное там еще у одного братишки нашего audi надо перевести с болгарии в турцию и он попросил меня чтобы он эту ауди через интернет посмотрел все но я еще хочу сказать о том что когда сможешь через интернет машина может быть не соответствует тому чего увидели по интернету да из-за этого он попросил меня съездить он близкий друг мы с ним давно знакомы к результат съезде посмотри если машина действительно такая проверю и привык пригони в турцию он сам в турции живет но я это буду снимать я возьму камеру с собой при этом будет как бы сказать небольшое такое путешествие за но данный вот этот совет я думаю что наверное будет многим ребятам полезен да может кто на меня обидится за это может кто скажет спасибо но я всегда за покупателей всем саламу налейку с вами был султан